В результате сильных дождей западная часть Эквадора во власти наводнений. Ровно год назад эти же области пострадали от сильного землетрясения. Было разрушено 7 тысяч зданий, погибло 650 человек. 25 тысяч остались бездомными. По словам властей, сильное наводнение частично – тоже результат прошлогоднего землетрясения. «Разрушенная земля уязвимее, изменились гидрологические данные. Мы знали об этом и пытались разблокировать реки, но нельзя сделать это за несколько месяцев. Появились новые потоки. Эти новые данные в гидрологии нужно анализировать, чтобы избежать новых рисков». Затоплено более 7 тысяч гектаров территории Эквадора. Под водой большая часть провинции Манаби. Снова разрушены дома и дороги. Ущерб оценивают в миллионы долларов. Особенно тяжело тем, кто после землетрясения по-прежнему живёт в палатках. «Во многих местах, где я побывал, например, в Сантане, которая больше всего пострадала, есть стена, дамба. Но из-за землетрясения её оказалось недостаточно, чтобы сдержать наводнение. Нынешний сезон дождей очень сильный. Эксперты говорят, он будет сильнее, чем Эль-Нинью 1998 года». По данным метеорологов, сильнейшие ливни, обрушившиеся на андские страны – результат резкого потепления в вод Тихого океана этой зимой. От наводнений пострадали также Перу и Колумбия. Число жертв там исчисляется сотнями. На прошлой неделе президент Перу сообщил, что восстановление обойдётся нации в 3 миллиарда долларов в краткосрочном периоде и в 9 миллиардов долгосрочном.